Мы с вами продолжаем изучение первого послания Коринфянам, 13 главу. И давайте мы прочитаем в напоминании себе этот текст, первое Коринфянам, 13 глава, с первого по восьмой стихи. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, о любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Аминь. И, братья и сестры, давайте мы помолимся. Отец Небесный, мы читаем достаточно долго уже этот текст, и, кажется, все понятно. И в то же самое время мы видим, что это слово еще не проникло достаточно глубоко в наши сердца, чтобы начать трансформировать нас изнутри, преобожать наше мышление, так, чтобы мы становились все более и более похожими на сообщество любящих людей. Господи, мы живем в городе одиноких сердец. Мы живем в городе отчаянных, изнуренных, опустошенных, людей, которые пытаются заполнить свою боль, свою пустоту разного рода развлечениями, разного рода приобретениями, разного рода удовольствиями, и все же остается пустым, попадающим все большее отчаяние. Господи Иисусе, Ты есть подлинная любовь. Ты явил нам ее на кресте Голгофе. Именно Твой крест определяет жизнь Церкви, жизнь каждого из нас. Поэтому мы молимся о том, что Ты помог нам все больше и больше, погружаясь в Твое слово, разговаривать с Тобою, беседовать с Тобою, Боже. Господи, мы нуждаемся в том, чтобы Ты взял наши поврежденные сердца, заполненные всякого рода суррогатом, попыткой найти счастье вне Тебя. И исцелил Господь их, и наполнил их собою, и сделал нас сообществом любви. Господи, благослови нас. И Ты знаешь наше обстоятельство жизни, все наши боли и переживания. И мы радуемся, что нет ничего случайного в нашей жизни. Мы не жертва обстоятельств. Мы не жертва зла других людей. Все в Твоей власти и под Твоим контролем. Молимся, благослови нас, Господи, поговорить с Тобой, и поговорить с нами через Твое слово. И Духом Святым, работай с нашими душами. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Дорогие, пожалуйста, садитесь. И мы с вами учимся любить и понимать, что такое любовь. В этом отрывке апостол Павел показывает нам чрезвычайную необходимость любви для функционирования церкви, для вообще жизни этого мира. Сначала он дает нам общее описание любви, затем показывает нам ее в отрицательных выражениях, то есть, чем она не является. Потом написал нам контрастное утверждение о любви. И, наконец, он дает нам четыре характеристики, «Что любовь делает всегда?» И мы с вами читаем сегодня особенно стих седьмой. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Обратите внимание, что эти четыре качества любви связаны друг с другом словом «все». И вполне очевидно, что под словом «все» мы не можем буквально понимать абсолютно все. Но при таком раскладе нам нужно было прочитать. Любовь верит абсолютно всему. Но разумная мать, а здесь у нас в собрании много разумных матерей, вряд ли поверит своему ребенку, что он наелся, увидев его тарелку супа, которой он даже не притронулся. Поэтому очевидно, что Павел не имеет в виду абсолютно все. Да и чуть выше он написал, что любовь не радуется неправде, а срадуется истине. Поэтому он точно не имел в виду, что любовь принимает все за правду, слепо верит всему, сказанному или увиденному, но он показывает здесь нам природу любви, которая не прекращается постоянно, неизменно, и у нее нет пределов. Вообще, здесь достаточно непросто текст этот перевести, потому что здесь мы в сущности встречаемся с неким крещендо, вот этого гимна любви. Это некая кульминация, это потрясающая мощная сила, и даже эти слова, все, все, они не до конца передают красоту силы финального выражения апостола Павла о том, какая любовь. Четыре раза он подчеркивает, повторяет, что любовь никогда не перестает верить, надеяться, переносить, покрывать. И, дорогие мои, мы живем в том обществе, в котором люди в целом не понимают, что такое любовь. Я даже скажу больше, в христианской среде мало понимают, что такое любовь. И если вам трудно сейчас понимать, то вы тоже удаляйте всякого рода из своих рук гаджеты, которые, может, мешают вам слушать или смотреть. Я как-нибудь скажу проповедь такую о девайсах. Наверное, сделаем, наверное, это, может быть, с начала года. А может быть, даже на рождественском выезде. Представляете, так будет называться Рождество, Иисус и мой гаджет. Я просто так смотрю по залу и вижу некоторых людей, которые уже имеют привычку постоянно быть в телефоне, неважно, что они делают. И вы, пожалуйста, друг друга ободряйте и обличайте, потому что нами владеть должен Господь Иисус, не наши девайсы. Ну, это так, знаете, маленькое пастырское увещание. Но люди реально плохо понимают, что такое любовь. Потому что то, что нам здесь рисует Павел, это мощное, совершенно отличающееся от той простой приветливости, дружественности, добродушия, которое часто люди зовут сегодня любовью или смешивают с любовью. То, что говорит нам здесь Павел, то, что он рисует перед нами, эту прекрасную пишется картина любви. Это тоже точно не соответствует тому, что мы видим в нашем окружении. Поэтому Павел здесь нас, дорогие мои, не учит, чтобы мы предложили все наши человеческие усилия и стали любить друг друга. Не о такой любви здесь говорит Павел. Он говорит о той любви, которой нету в этом мире вне Бога. Он говорит, по сути, о любви Христовой. Он говорит здесь нам о любви Христовой. Если мы действительно желаем созидать церковь, то церковь созидается нечеловеческими усилиями, нечеловеческими чувствами, нечеловеческой любовью. Она созидается только любовью Христовой. И поэтому этот стих, и в конце концов этот отрывок, он зовет нас ко Христу, полагаться на Него, жить им, потому что никто из нас так любить не может. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Вообще, говоря о любви, уместно использовать слово «всегда». Потому что подлинная любовь всегда характеризуется определенными качествами, без всякого исключения. И это подчеркивается словом «все». На протяжении человеческой истории человек пытался оправдать свои злые дела или поступки, убеждая себя, что его положения, обстоятельства, ситуации, другие люди дают ему право на исключение. Кстати, помните, когда Иисуса спросили, «позволительно ли человеку разводиться своей женой по какой-либо причине?» Это Матфея 19 глава. То Господь в своем ответе делает акцент на правиле, а не на исключение. Он знал, что фарисеи из исключения сделали правило. И вот мы сегодня в нашей жизни часто берем и оправдываем свои деяния, неправильные поступки, ну, своими чрезвычайными обстоятельствами, чрезвычайными ситуациями, исключительными ситуациями, которые дают мне право поступать по-другому. Но Павел уже, знаете, знаток хорошо человеческой души, он исключил все возможные лазейки для самооправдания, для самооправдания, уверенно утверждая, что когда мы подаемся искушению, то это не потому, что мы должны упасть или согрешить. Ну, типа, я уже больше не могу иначе, я всего лишь человек, я ничего не мог другого сделать, кроме как выбрать грех, а просто потому, что мы не захотели идти по Божьему пути, по Божьему пути избавления. Если вы чуть-чуть перелесете на пару страниц назад, на 10 главу, то вы увидите такой стих. 1 Коринфянам, 10 глава, стих 13, вот что пишет здесь апостол. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Так, чтобы вы могли перенести. Дорогие мои, апостол Павел говорит здесь не какую-то абстрацию, не какие-то, знаете, наставления, которые, ну, просто красивая картинка. Он говорит к реальным людям, находящихся в реальных испытаниях, искушениях, трудностях, конфликтах, спорах, разногласиях, своих грехах самоправедности и превозношения, эгоизма и гордыни. И он говорит им, не оправдывайте свое поведение вашими обстоятельствами, не оправдывайте свое поведение, ваш выбор поступать не по-божьему тем, что у вас исключительная ситуация. Не говорите, что вы просто человек. Признайтесь, что вы просто не хотите принять Божий путь, Божье избавление, Божью благодать. Дорогие мои, Бог знает сегодня наши сердца хорошо, Он сердцеведец. Узнает, через что проходишь ты сегодня, какую боль испытываешь, кто предал тебя, в чем оттолкнул, как уколол, как не помог. Дорогие мои, Бог это все знает и Он говорит тебе и мне сегодня, не оправдывай свою нелюбовь этими обстоятельствами. Потому что любовь настоящая все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Настоящая любовь она выбирает любить. И поэтому Павел пишет своим читателям, что есть четыре характеристики, которые всегда можно ожидать от настоящей любви при любых обстоятельствах. Любовь не меняется от обстоятельств. Я не могу сказать, потому что она так сделала, я не буду ее любить. Или потому что он так сказал, я не буду его любить. Или потому что он то не сделал, и она то не сделала. Моя любовь закончилась. У любви всегда есть четыре постоянных характеристики, которые не меняются в зависимости от ситуации, обстоятельств, поведения других людей. Две характеристики говорят о ее активной позиции, вторые говорят о ее реакции. И поэтому у нас будет две проповеди на этот стих. Вот такая у нас сегодня глубокая экспозиция. Здесь две пары. Второе свойство любви объединяется с третьим. А первое с четвертым. Поэтому лучше изучать их вместе. Вместе надеется сверит и вместе покрывает спереносит. Апостол Павел говорит, что не в больших делах, например, таких, как раздача всего имения или заметные служения во имя Христа, можно наверняка узреть любовь. Она проявляется в таких простых, но важных делах, как покрыть недостатки других. И вот мы смотрим на первую с вами характеристику. Сегодня мы с вами будем говорить о реакции любви. О реакции любви на какие-то плохие действия по отношению к нам. Во-первых, любовь все покрывает или любовь все любовь всегда защищает. Мы говорим про охрану любви. Слово, которое здесь Павел употребляет, оно связано с древнегреческим словом крыша и означает защищать, покрывая что-то или кого-то. Подобно как крыша обеспечивает нам защиту от посторонних предметов. Защита является естественным продуктом любви. Пастор защищает церковь, родитель защищает ребенка, добрый пастор защищает овец. Это естественный процесс, естественный продукт любви. Защищать другого, защищать объект своей любви. Причем надо отметить, что в этом слове есть два значения по сути, либо защищать как крыша, либо поддерживать. Причем буквально второй элемент можно перевести как содержать, как сосуд. И отсюда вытекает в сущности таких два метафорических использования этого слова. Либо любовь скрывает или замалчивает недостатки других, либо она не обижается, получая удары от других. И, конечно, можно посмотреть апостол Павел. Апостол Павел, какое значение ты имел в виду здесь, когда ты написал эту фразу? Но, учитывая то, что он поет гимн любви Христовой, то, вероятно, он имел более широкую коннотацию, он весь диапазон значений вкладывает в этот глагол. И поэтому есть два основных аспекта, которые можно увидеть способности любви покрывать и не отворачиваться. Во-первых, покрывает. Есть несколько аспектов. Во-первых, покрыть недостатки и проступки других. Я думаю, что многие из нас могут вспомнить известную фразу из первого послания Петра нашего апостола, где он пишет, это первая Петра, 4 глава, стих 8, где он пишет, что любовь покрывает множество грехов. Любовь покрывает множество грехов. Не в смысле, что моя любовь может искупить чьи-либо грехи. Не в смысле, что моя любовь покрывает мои грехи. А в том смысле, что то моя любовь к другому, она покрывает недостатки другого. Покрывает его деяния, может быть, не очень хорошие по отношению ко мне. Она покрывает эти грехи. Все покрывает сущность, означает покрывать недостатки других. Любовь мирится со всеми раздражающими чертами чужих характеров, неблагодарностью, неуважением со стороны других. Ей незнакомо такое понятие, как несовместимость личностей. Она находит общий язык с любым, с кем сработаться очень трудно, потому что она любовь. Вот знаете, в этом мире есть одна такая, скажем, профессия или положение, которое требует тебя дружить со всеми. Знаете, это у кого такая роль? Ну, признаться честно, это у пастора такая роль. Ему надо дружить со всеми. Вот мы обычно в жизни выбираем дружить с теми, у которых есть какая-то общность, какая-то общность интересов, взглядов. А вот пастор обязан дружить со всеми. Это вот такая у него роль необычная. Но христианин может любить всех. Христианин может любить всех. Вне зависимости от характера, взглядов, представлений человека, поведения его, христианин может любить всех. Да, это правда, что некоторых любить легко, а некоторых трудно любить. Но христианин может любить. Потому что настоящая любовь, она покрывает, она защищает, она покрывает недостатки и проступки других. В настоящей любви лежит характер самого человека, а не объект его любви. Мой характер лежит в основе моей любви к другому, а не поведение и характер другого. Бог показывает к нам свою любовь тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Понимаете, если бы Бог любил нас за то, что мы делали и каким мы были, то, можно сказать смело, Бог бы никого из нас не любил. Никого бы не любил. Но Бог любит, потому что это Его природа, это Его характер, это Его личность. Он есть любовь. Поэтому Иисус оповелевает нам любить наших врагов и молиться за гонителей, не потому что они перестали быть врагами, не потому что они перестали быть гонителями, а потому что просто мы, христиане, можем любить. Мы любим из-за нашего характера, из-за нашей сущности, а не из-за поведения и поступков других людей. Мы любим несовершенных, безгрешных людей. Мы любим не потому, что они стали безукоризненными, не потому что они изменили свое отношение к нам или свое поведение, а потому что мы не можем не любить, потому что любовь к Христову объемлет нас, потому что любовь к Христову направляет нас, преображает нас, потому что она живет в нас, Духом Святым. Во-вторых, покрывать – это значит иметь любящее молчание. Любовь защищает молчанием. Любовь покрывает грех плащом молчания. Любовь, конечно, не оправдывает грех, не скрывает грех. Грех позорен и противен. Он привел на крест нашего Господа. Но любовь не желает, чтобы грешнику было более стыдно, ну, лучше сказать, стыдно больше, чем необходимо. Помните, когда Ной согрешил, да, когда Ной оказался пьян и лежал обнаженным в палатке, то его сын Хам увидел позор своего отца и обнажил его перед своими братьями. И что же сделали его родные братья? Они прикрыли наготу своего отца так, чтобы не увидеть его позор и выправить эту плохую ситуацию. Они любили своего отца. Евангелие от Матфея дает нам чуть больше понимания о таком любящем молчании, когда Иисус рассказывает или объясняет, что мы сегодня называем церковную дисциплину. Это Матфея 18 глава. Помните, если согрешил против тебя брат, то что же нужно делать? Нужно конфиденциально, не говоря никому, подойти к этому брату и обличить его. Потому что я его люблю как брат, я сначала пойду и поговорю с ним. Я хочу уберечь его от греха. Я хочу также не давать огласки, публичный его грех, чтобы сохранить его репутацию, дать ему возможность измениться. Поэтому я иду один на один говорю с ним. Если он не послушал, что я делаю, я не пишу на фейсбуке или где-либо еще информацию. Вот такой негодный брат, вот такой неплохой человек. Я беру второго брата и идем уже вдвоем с ним разговаривать. Опять почему? Потому что мы хотим его устудить, но не предать еще публичные огласки его грех. Мы хотим сохранить его репутацию. Мы хотим проявить любящее молчание. И только когда наши попытки избавить этого заблудшего брата от греха, остановить его от разрушения его и влияния негатива на других, мы откладываем эту строжайшую конфиденциальность сторону и мы говорим церкви. Если он не раскаивается, то он будет публично отлучен. Его всегда стремится к тому, чтобы грех заблудшего брата остался как можно больше, более скрытым. Но это не означает, что мы не можем и не должны обличать публично, если все частные усилия потерпели неудачи. Любовь покрывает. Если даже еще третий аспект, это действенная защита. Наша защита других, любящая защита проявляется в том, что мы выбираем их любить, а не гнобить, не отворачиваться, не презирать, не отвергать. Вспомните еще раз, дорогие, когда мы были врагами в наших грехах и преступлениях против нашего Создателя, Божья любовь притянула к нам руку помощи, чтобы защитить нас от греха и сатаны, от наказания и смерти. Бог возлюбил нас и отдал своего Сына, когда мы были грешники. Когда вы хотите отвернуться от кого-то, когда вы хотите понебречь кем-то, когда вы желаете поддаться влиянию своего сердца и проявить не прощение, не любовь, вспомните о Божьей любви, которую Господь подарил вам там на кресте Голгофы. Вспомните о Божьей любви к вам, которую Он появляет сегодня в этом дне. Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешники. Хотя мы жили без Бога и всячески противились ему, Христос взял и возлюбил нас и спас нас, взяв наше наказание на себя и заплатил за наши грехи своей смертью. Как наша сегодняшняя любовь к людям может их защищать? Ну вот парочку примеров, как. Во-первых, мы не сплетничаем и не позволяем другим говорить плохие вещи о других людях. Мы просто не участвуем в этом. Если, дорогие мои, дорогой мой брат или сестра, к тебе стекается такого рода информация. Знай, ты даешь повод. Ты становишься тем магнитом, который притягивает это зло. Почему? Потому что у тебя в сердце мало любви. Любовь, она отталкивает сплетни. Она отталкивает негативное отношение к людям. Любовь, она прощает, покрывает, защищает. Мы также не бросаем друг друга из-за разногласий, из-за слабости или даже глупостей. Мы не пользуемся друг с другом. Мы не миримся. Мы миримся друг с другом, мы защищаем друг друга. Дорогой мой, если у тебя в сердце, вот ты покрываешь грехи и недостатки кого-то, то есть ты молчишь, но в твоем сердце ты все дальше отдаляешься от брата, то знай, ты не покрываешь, ты не любишь. Потому что любовь, когда покрывает чьей-либо проступки, недостатки, она не закрывает свое сердце. Сердце всегда открыто. Сердце всегда расположено. Если ты молчишь, ничего не говоришь. Вроде как бы покрываешь, но сердце закрывается и отдаляется, ты не любишь. Любовь все покрывает. Любовь не стремится выставить на показ недостатки, проступки, ошибки других людей. Она скорее незаметно исправляла бы ошибки других, нежели осуждала бы их. Любовь покрывает. И вот подумайте о чем. Как хорошо вы умеете любить и молчать. Как быстро и легко вы говорите о своих трудностях, о чужих грехах, о виновности других. Вот крест Христа стал возможен по причине его любви к нам. И поэтому нам следует сознавать, что в нашем мире греха, любовь и страдания неразделимы. Любовь в этом мире всегда несет крест. И у меня вопрос к тебе есть. За кого сегодня? За кого сегодня вы умираете? Вы умираете для себя? Вот ради кого сегодня вы умираете для себя? Я должен подчеркнуть еще раз эту мысль. Дорогие мои, в этом мире невозможно любить, не страдая. В этом мире невозможно любить, не умирая для себя. В этом мире невозможно любить, не неся крест. Любовь всегда связана со страданием. Ну давайте просто банальный и простой пример, который поймут, особенно здесь много у нас молодых родителей. Дорогие мои, ведь любовь родительская стоит многого нам по отношению к нашим детям. Мы любим их и ради них мы страдаем. Мы ограничиваем себя в чем-то. Мы отказываем себя в чем-то. Мы реально приносим разного боли, скорби и иногда физические, иногда просто внутренние, душевные. Но если мы можем понять вот эту скорбь родительскую и любовь, то ведь то же самое по отношению к нашим ближним, братьям и сестрам. Любовь всегда страдает, потому что любит, потому что несет недостатки, удары, проступки других на себя. Поэтому Иисус зашел на крест, взяв наши грехи на себя. Ранами Его мы исцелились. Дорогие мои, отношения с другими исцеляются тем, что мы берем их боли, их удары, их раны. На себя. Итак, первое значение – прикрыть или скрыть что-то. То второе значение – это терпеть или выдерживать. Апостол говорит здесь о выносливости любви, о ее способности продолжаться, несмотря ни на что. Любовь может перенести различные атаки или проступки страны людей. Любовь может выносить любое оскорбление, обиду или очарование. Этот стих определяет, описывает любовь, которая жила в сердце самого Иисуса. Апостол Петр напоминает в своем первом послании, вторая глава, стиха 18 и чуть дальше. Он говорит о том, что Христос страдал добровольно и безмолвно. Он не отвечал злословием на злословие, которому подвергался. Он страдая, не угрожал. И Петр призывает верующих идти по следам Иисуса, то есть так же тихо, безропотно страдать. Любовь всегда терпит гонения, страдания, невзгоды, какие бы они ни были великие. Жена Иова, помните, искушала своего мужа, призывая его проклясть Бога и умереть, чтобы все закончилось, пришло к своему логическому завершению. Но любовь, любовь, она никогда не уступает и не рушится под давлением. Любовь всегда держится. Если мы пытаемся обмануть себя, думая иначе, то я сегодня привел пример из слов апостола Павла 1 Коринфянам 10, 13. Вас постигло искушение? Любовь не сдается. Любовь не отступает. Любовь терпит. Она может выдержать. Дорогие мои, у вас такой любви нет. У меня такой любви нет. Это любовь Иисуса. Любовь Иисуса. И эта любовь помогает нам вернуться обратно в Божию реальную систему. Божьих координат. И мы себе напомним. Любовь покрывает множество грехов. И Анастаса Таус очень хорошо описывает этот стих. И я читаю из его проповеди. Уже столько веков прошло назад. И настолько актуально. Вот что он пишет. Любовь говорит, все покрывает. По своему долготерпению и кротости, что бы ни случилось прискорбное и тяжкое. Хотя бы то были обиды. Хотя бы побои. Хотя бы смерть. Или что-нибудь подобное. Это также можно смотреть на примере блаженного Давида. Что может быть тяжелее, как видеть сына возмутившегося, идущего, ищущего власти и жаждающего крови своего отца. Но блаженный Давид перенес и это. Не хотел даже принести укоризненного слова против отца убийцы. А представив все прочее, военачальникам повелел сохранить его жизнь. Так крепко было у него основание любви. Хороший пример. Ведь Давид здесь показывает нам и Христа, которого мы отвергали, пренебрегали, которого мы вели на крест. А он взял и умирает за нас, за наши грехи, за наше предательство. Любовь, она может любить и прощать даже предателей. Даже отца убийц. Вторая характеристика, которая здесь сопряжена с этой первой, это последний, четвертый пункт. Любовь всегда держится, ее стойкость, она все переносит. Этот глагол вообще буквально взят где-то из военной терминологии. Им описывали армию, которая любой ценой должна удержать свои позиции. Преодолевая различного рода трудности и страдания, она должна остаться там, где стоит. Она все претерпевает, все переносит, все выдерживает. Любовь способна неустанно сносить неблагодарность, дурное поведение, любые проблемы, связанные с общей жизнью, не жаловаясь и не отчаиваясь. Когда оказалось, что даже намерения человека не были чисты, любовь все равно сносит все без упрека. Любовь все претерпевает, все переносит. И вообще мы здесь видим эту взаимосвязь между двумя этими глаголами, все покрывает и все переносит. Первое, все покрывает, оно связано с интенсивностью трудностей и обид. По сути, она начинает на вопрос, как много надо покрывать. И Павел говорит, все. Но возникает второй вопрос, как долго я должен все это переносить? И Павел отвечает, все переносит. Она переносит. Нет предела временного. Если стойкость фокусируется не столько на интенсивности неприятности, сколько на их продолжительности, она всегда переносит. Какими бы ни были трудными испытания, любовь не сдается. Как долго бы они не продолжались, любовь переносит. Вот, к сожалению, в Каринфе все было по-другому. Верующие судились друг с другом. Это шестая глава. Верующие разводились друг с другом. Это седьмая глава. Есть разница между христианином, который говорит, как долго, и христианином, который опускает руки, говорит свое оправдание, свое греховное поведение, своей нелюбви, своего непрощения, своего греховного деяния. Это слишком долго. Павел говорит, любовь все переносит. Она не прекращается. Она не иссякает со временем. Любовь продолжается. Это удивительная истина от любви, о любви, которая будет рассмотрена с нами в последующих стихах. Любовь постоянно. Любовь как бы говорит своему обидчику. Ты можешь обращаться со мной, как с врагом, но ты не заставишь меня считать тебя моим врагом. Бог есть любовь, а я Божье дитя. И поэтому я буду терпеть, я буду претерпевать, я буду переносить, потому что это то, что делает любовь. А эта любовь живет в моем сердце, потому что там живет Иисус. Любовь всегда идет путем самопожертвования. Ради блага другого. Именно так поступил Иисус по отношению к нам. Вообще Августим Блаженный как-то сказал потрясающую фразу. «Чем больше любовь к Богу, который имеют святые, тем больше и то, что они переносят ради Него». Хотите переносить больше? Вам нужно не запастись просто терпением человеческим. Оно кончится. Вам нужно просто больше любить Бога. Велить Его любовь к нам. И это даст вам силы и благодать преодолевать эти трудности. Дорогие мои, как много стоило Иисусу нас полюбить. Как много стоило Ему. Он прожил совершенную безгрешную жизнь, ни разу не согрешив. Хотя был искушаем, предаваем, отвергаем. Кстати, именно в этом, собственно, и заключается суть брачного завета во время бракосочетания. Когда мужчина и женщина любят друг друга, они вступают в брак, они дают друг другу клятвы, они обещают любить друг друга. Что бы ни случилось, там даже есть такая срочка. Помните, доколе смерть не разлучит нас, любовь не ограничивается просто какими-то временными рамками. Даже когда дела идут негладко, любовь все равно любит. Любовь все равно любит. Иисус взошел на крест, Он остался верен в воле Отца и любви к нам. Несмотря на насмешки, страдания, боль, презрение, которые Он испытал и встретил, Он все равно любил нас с вами. Любовь говорит, что я не перестану жить ни с тобою, ни с кем-то другим, даже если мне будет тяжело. Ты не полагаешься на переменчивые чувства влюбленности. Ты просто выбираешь упорство. Усердие, стойкость, выносливость. Ты выбираешь любовь. Настоящая любовь все переносит. Она не перестает любить. Она продолжается в условиях непринятия и оппозиции. Даже когда подвергается оскорблениям и ударам, любовь такая крепкая и неубиваемая, потому что она не связана с поведением человека, которого любит. Она решает любить людей, несмотря ни на что. Любовь всегда защищает. Всегда доверяет. Всегда надеется. Всегда претерпевает. И Павел говорит, что без такой любви мы ничто. Мы ничто и никто. И вот здесь несколько выводов, которые мы должны сделать сегодня для себя. Любовь созидательна и сильна своей реакции. Дорогие, не так важно, во что мы верим, хотя это имеет большое значение. Важно то, как мы реагируем. Не так важно, что мы делаем. Важно, как мы реагируем на те или иные обстоятельства, на тех или иных людей. Если я говорю, ну, ты меня довел, или у нас все было хорошо, пока вы к нам в гости не пришли, дорогие мои, значит, там ничего не было хорошо. Потому что реальность такова, что моя реакция говорит о том, что у меня внутри. Моя реакция на людей, на их поступки, на их слова по отношению ко мне, говорит о том, что реально в моем сердце, по-настоящему в моем сердце по отношению к ним. А не то, что я сказал, или я думал, или я хотел, а то, как я отреагировал на них. И особенно отреагировал на их уколы, на их удары. Ну, Иисус сказал, какая вам награда, если вы любите любящих вас? Это не любовь. Награда нам, когда мы любим тех, которые нас оскорбляют, те, которые нас отвергают, те, которые нас гонят, те, которые причиняют нам боль. Потому что здесь требуется Божья благодать. И грешники могут любить любящих. И язычники могут так поступать. Это не христианство. Христианство – это любить врагов, благословлять гонящих, гоняющих и молиться за обижающих. Это христианство. Может, здесь требуется Божья благодать. У нас ни у кого нет такой любви. Она только у Иисуса. И поэтому мы говорим, о Господи, о Иисусе, живи в нас, работай через нас, трудись через нас. Итак, несколько применений, очень важных сегодня для нас из этого отрывка. Во-первых, любовь, а не пассивность. Когда я читаю этот отрывок, и, возможно, уже некоторые в голове, особенно те, которые проходили через такого рода испытания, и проходят сейчас, возник вопрос. Да, да, и я сейчас не буду на него отвечать. Потому что этот стих поднимает серьезный пастырский вопрос. Есть ли момент, после которого от любящего человека, христианина, не требуется больше покрывать, верить, надеяться и терпеть? Как быть, например, если верующий человек состоит в браке с алкоголиком или наркоманом, прелюбодеем, каким-то игроманом, хроническим игроком, каким-то жестоким человеком? Как поступать по отношению вот в такой ситуации? Вот, видите, я не могу как пас рассказать такому человеку просто, или я должен сказать ему, любовь все переносит, всего верит, всего надеется, все претерпевает, все покрывает. Ну, во-первых, вот что нужно отметить, что Павел здесь не призывает терпеть и покрывать бесконечно абсолютно все. Эти четыре качества любви, которые он использует, и он здесь, конечно, дает гиперболы для того, чтобы акцентировать на суть своего главного аргумента, любой по своей сути, вот такие постоянные характеристики. Он не говорит про абсолютно все, абсолютно всегда, абсолютно везде. Он просто говорит, что на любом месте, где любовь будет, она будет такой. Но это не значит, что она должна согласиться со всем, потому что любовь не радуется неправде, она радуется истине. И она не покрывает зло. Но Павел здесь говорит, чтобы мы не путали пассивность с верой, надеждой, терпением и защитой. Пассивность перед лицом зла никак не помогает. Поднадобилась, в конце концов, военная мощь, чтобы остановить Гитлера и всю эту фашистскую машину. Для того, чтобы на наших улицах было больше порядка и меньше преступлений, мы с вами содержим полицию. Начальник Божьего слуга не случайно носит меч для воздаяния делающим злое. Римлян 13 глава. Чтобы сдерживать зло. Таким образом, дорогие, на более личном уровне может потребоваться хорошо продуманная конфронтация, чтобы с любовью справиться с неблагополучным членом семьи, например. Павел в своих стихах восполняет не пассивность, а любовь. Причем, обратите внимание, что большая часть этого письма к Коринфянам, этого послания к Коринфянам, она носит конфронтационный характер. Он называет проблему, и он их обличает. С любовью обличает, но он показывает их проблематику, показывает, в чем они неправы, что они делают не так, где они отошли от Евангелия, и призывает их вернуться, и он призывает их действовать. Чтобы они поступали по воле Божией, а не просто по человеческой. Павел делает все возможное, чтобы убедить их измениться. Вот такая активная, конфронтационная любовь должна служить примером для нас, когда мы имеем дело с такими дисфункциональными людьми, грешащими людьми. Вообще, большинство специалистов, которые работают в области лечения той же наркозависимости, не советуют членам семьи сидеть сложа руки, ждать у моря погоды и пустить все на самотек. Они призывают действовать, призывают и предлагают произвести интервенцию в жизни этого человека. Они советуют поставить этого больного человека перед выбором бросить пить или потерять работу, бросить пить или потерять семью. Ну и можете поставить колодца вместо пить. Они делают это не в гневе, они делают это в любви. Вот в чем разница. Там, где любовь, я могу без гнева, без отчаяния, без обиды говорить правду, говорить истину в любви. Противостояние призвано быть искупительным. Оно направлено на то, чтобы помочь этому зависимому человеку отойти от саморазрушительного поведения и вернуться к более созидательному образу жизни и обеспечить, ну, в конце концов, его семью безопасной здоровой средой. Поэтому, если вас обижает муж или жена, поступают по злому, творят насилие, вы не должны молчать. Вы должны говорить с любовью. Если вас призывают к греховным, злым делам на работе, вы не должны молчать. Вы не должны говорить себе, любовь все покрывает. Несомненно, вы должны любить даже такого человека. Но вы не должны покрывать грех. на личном уровне мы имеем прощение. Но если люди вторгаются дальше и больше, то любовь – это не пассивность. Любовь – это активные действия, любящая конфронтация. Защита, вера, надежда, стойкость не должны быть пассивными. Во многих ситуациях любовь заключается в том, чтобы встретиться с человеком, которому необходимо изменить свой образ жизни и сказать ему правду в любви. Дорогие мои, а как мы будем расти, если мы будем говорить правду в любви? Нам нужно, и как вы слышали в прошлый раз, наш глаз замыливается, нам нужно, чтобы кто-то говорил нам истинную любви. Во-вторых, Павел говорит нам здесь, чтобы мы сделали выбор, а не полагались на свои эмоции или чувства. Вы заметили, что любовь в этом отрывке, у нас перевод здесь очень классный, она активна. В нашем тексте используется 15 глаголов, не просто каких-то прилагательных, но реальных глаголов. То есть это показывает, что любовь действует, любовь не смотрит, любовь не просто чувствует, любовь действует. Она движется вперед, поступательно движется вперед. Любовь больше, чем просто чувство любви. Я не знаю, как у вас, но вот для меня это настоящий вызов и одновременно свобода. Потому что, если мы будем честны сами с собой, то мы признаемся, что мы не всегда испытываем чувство любви к нашему ближнему. Давайте, мужья, честно признаемся, что вы не всегда испытываете большую влюбленность к вашим женам. Или это только у меня такая проблема? Павел не призывает нас ждать, пока у нас появится чувство любви. Оно призывает нас проявлять любовь, а значит действовать. Понимаете, мне вот супруга моя говорит, ну, дорогой муж, может быть, завтрак сегодня ты сделаешь себе в семье. И что я скажу? Знаешь, жена, я не чувствую, что я люблю сегодня всех. Как-то вот с утра мне не кажется, что я их всех люблю. Давай подождем, пока у меня появятся чувства. И тогда я буду делать. Муж, дорогой, может, ты поменяешь памперс этому огромному малышу? И я скажу, знаешь, как-то вот я уже столько памперсов менял, что у меня нету такого чувства любви поменять еще. У меня нету такого эмоционального порыва. Давай подождем, пока он появится. Дорогие мои, Павел говорит, любовь – это не просто эмоциональный порыв, это не просто чувственное желание, это решение, это выбор. Это очень справедливо, особенно в браке. Наша культура, она утверждает, что чувство любви лежит в основе любовных поступков. И, конечно, это отчасти правда, но точнее будет сказать, что действия любви могут последовательно приводить к появлению чувства любви. Любовь между людьми, двумя людьми, не должна, в конце концов, отразиться просто с эмоциями или просто с долгом. Вообще, супружеская любовь – такой некий, ну, симбиоз, это сложная смесь того и другого, и долга, и чувства. Но при этом важно отметить, что из этих двух эмоций и действия, да, мы больше всего контролируем последнее действие. Именно действие любви – это то, что мы можем обещать своему супругу или супруге каждый день. Я не могу обещать своей жене, что я каждый день буду испытывать эмоциональный порыв любви к ней, но я могу обещать ей, что я, дорогая, буду тебя любить каждый день, и я буду делать поступки любви, доказывая, что это есть в моей душе. Ну и, как вы знаете, аппетит приходит во время еды, поэтому, делая поступки любви, можно ожидать, что и чувства тоже будут обновляться. Корабль не ждет попутного ветра. Корабль идет за данным курсом. Мы не ждем, когда появится ветер влюбленности в нашем доме, в наших отношениях с моими ближними. Мы двигаемся любовью в наших отношениях. Возможно, у нас нет полного контроля над нашими эмоциями, иногда вы даже это испытываете, но мы можем контролировать то, что мы делаем. Любовь – это не просто какие-то сентиментальные чувства к людям. Павел говорит, что если твоим мотивом является любовь, то иди и люби их. Он призывает нас к действиям в этом тексте, причем все достаточно ясно, что нужно делать. Поэтому, дорогой мой, брат или сестра, иди и люби. Не полагайся на свои эмоции и чувства. Кто-то скажет, ну я же не могу себя обманывать, что я не испытываю таких чувств. Так ты и не обманывай, так и скажи. Я не испытываю чувств, но Писание говорит любить. Иисус пошел на крест, чтобы за меня умереть. Дорогие мои, вы помните, какие чувства Иисус испытывал Гефсимане. Чувство боли, отчаяния. И все же он идет на крест ради тебя и меня. Дорогой мой, брат или сестра, дорогие, не надо ждать каких-то эмоциональных всплесков. Нужно просто делать. Кто-то скажет, я хочу испытывать, что меня так любят. Дорогие мои, так мы порой не можем даже понять до конца, что мы сами испытываем, а что мы поймем, что испытывает другой человек. Но мы точно можем узреть, любит он нас или нет в его делах, поступках и словах. Павел говорит, люби, и Бог дарует тебе благодать, и будут чувства. И в-третьих, любовь выбирает побеждать зло любовью. Любовь – это мощная сила. Посмотрите, какие слова использует Павел. Какие возвышенные фразы. Никогда, все, всегда. Это мы видим в этом слове «все». Все переносит, все верит, всему надеет, всегда надеется. Это удивительно просто. Все всегда терпит. Она переносит внимание на что? Она продолжает любить. Она неубиваемая. Другими словами, любовь не игнорирует грех или ложь, не отрицает боль или скорбь, но она выбирает противостоять своим обидчикам не гневом или злом, но любовью, любящей заботой, ради их блага. Любовь готова проявить любовь к недостойным, даже в ситуациях, которые кажутся безнадежными. Она надеется на лучшее. И даже когда надежды многократно были поруганы, она все еще смело ждет. И об этом мы с вами будем говорить в другой раз. Но и сейчас я скажу, что знаю одного брата, который ждал обращения своей жены ко Христу почти 30 лет. Любовь всегда надеется и никогда не сдается, потому что она любовь. Иисус, дорогие мои, не сдался в отношении нас. Он не сдается по отношению к тебе. Здесь, когда даже находясь на собрании, ты находишься в своем гаджете. Он, когда ты неверен, пребывает верен, потому что любит. Поэтому Он и пошел на крест ради тебя. Не потому, что ты заслужил, не потому, что ты доказал, не потому, что ты захотел, а потому, что Он решил, Он захотел, Он решил доказать тебе свою любовь и пошел на крест. Он выбрал побеждать зло добром, побеждать зло любовью. Выбери, мой брат и сестра, любить и побеждать зло любовью, потому что так действует Божия любовь, не иначе. Давайте помолимся об этом. Отец наш милосердный, когда мы думаем и читаем и говорим о Твоей любви, то все наше просто блекнет, меркнет во свете Твоей истины. И мы понимаем, что даже наши самые лучшие деяния, если они не были совершены Твоей благодатью, они воистину ничто и они не сделали нас кем-либо в Твоих глазах. Господи, мы нуждаемся в Твоей божественной помощи, потому что так любить никто из нас не может. Либо впадаем в отчаяние, либо в гнев, либо равнодушие, либо в отвержение. мы не умеем по-человечески любить. Вот почему так мир нуждается в Твоей любви. Потому что даже воспевая самую, казалось бы, высокую романтическую любовь, в этом мире мы видим бесконечные разводы, брошенных детей, обманутых супругов, преданные мечты. Господи Иисусе, благодарность Тебе, что Ты взошел на крест, чтобы никогда мы не испытали предательство Твоей стороны. Благодарность Тебе, что Ты взошел на крест ради нас, Твоих предателей. Боже, благодарность Тебе за то, что когда мы не можем любить, а никто из нас не может, мы ограничены в наших ресурсах, у нас есть Твой нескончаемый источник благодати, милости, любви. Господи, мы хотим, чтобы Твоя любовь заполняла наши души и сердца, наполняла наш разум и наша внутренность, и чтобы Твоей любовью мы любили наших ближних. Господи, многим из нас есть за что просить у Тебя прощения, многим из нас есть у кого просить прощения из наших ближних, и мы просим Тебя, даруй нам благодать и попросить прощения. Многим из нас не хватает смелости сказать правду и обличить наших ближних. И в этом мы также виновны перед Тобой и перед ними. любовь по-настоящему любят. Она всегда покрывает и все переносит. Помоги Господь нам так любить. Даруй нам Твою помощь и благодать. И Господи, мы хотим, чтобы через нас наш город все больше и больше соприкоснулся с подлинной любовью. Там, где мы работаем, там, где мы учимся, там, где мы живем, там, где мы отдыхаем, там, где мы делаем покупки, там, где мы просто ходим, путешествуем, двигаемся. Пусть через нас Твоя любовь будет явлена этому миру. И да уверует мир, что Ты есть Спаситель и Господь Вселенной. Благослови нас в этом. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.